Поражение от факела в Лужниках. Обоскали и уволят в ближайшее время. Что происходит с промесом? Привет, красно-белые! За микрофоном Максим и сегодня мы обсудим с вами все самые горячие темы, которые произошли с нашей командой за последнее время. Спойлер, хорошего мало. Ну а пока не забывай ставить свой красно-белый лайк и подписываться на канал. Ну а мы начинаем. Спартак уступил факелу 0-2. В очередном матче чемпионата России я подходил с некоторым выдушевлением. Во-первых, мы провели достаточно неплохой матч Зениты. Мы в случае победы могли вплотную приблизиться к призовой тройке. Во-вторых, это, конечно же, возвращение на легендарные Лужники, где была одержана не одна знаковая для нас победа. А что в итоге? Ужасная игра в исполнении нашей команды и, как итог, поражение от факела. Причем самое интересное, это не воронежцы обыграли нас, а мы проиграли сами себе. По факту на поле вышла абсолютно безидейная команда, у которой не было четкого плана, за счет которого они могли бы обыграть своего соперника. Тот же факел использовал тактику рабоче-крестьянского футбола с высоким прессингом, большим количеством фолов и больше вел борьбу, нежели играл в футбол. Зрелище, прям скажем, не самое приятное, но итогового результата они в итоге добились. Изначально воронежцы просто вышли на поле охранять нули, но по факту итоговый счет сложился из-за наших индивидуальных ошибок. Сначала Мартин зачем-то решил водиться с мячом в свою штрафную, в результате чего потерял мяч, нарушив правила на сопернике. Затем Пруцов неудачно подставился после прострела и отправил мяч в свои ворота. Попытки перестроить игру об Аскалем по ходу матча ни к чему не привели. Они, если так можно выразиться, походили на хирурга-самолучку, который допустил ошибку во время операции и всеми силами судорожно пытался ее исправить. После матча он сказал примерно то же самое, что Гильермо говорит нам по ходу сезона. Нужно больше работать, стараться и так далее. А главное, знаете что? Он так и не взял на себя вину за поражение в этом матче. У Абаскали ведь всегда кто-то виноват, но только не он. Футболисты, поле, судьи. Впереди кубковая игра с Оренбургом и по последним новостям, которые мы обсудим далее, этот матч может стать последним для испанца. Ведь сколько это можно терпеть? Продолжая тему Абаскали, в сети после матча с Факевым стали активно набирать обороты новости о том, что он может покинуть Спартак. Причем пишут так, что это может произойти буквально со дня на день. Например, обсуждается вариант с возможным назначением рулевого Краснодара Ивича, которым не особо доволен Галецкой этой весной. Якобы агенты тренера уже предлагали свои услуги и аморалу, но тот пока склоняется больше к другому иностранному тренеру. Отмечу то, что новость с приходом Ивича не новая, и буквально зимой обсуждали такой вариант развития событий. Правда, тогда нам еще придется за него заплатить неустойку в размере 900 тысяч евро, плюс еще и Абаскали необходимо будет выплатить сумму за расторжение контракта. Поэтому в такой вариант развития событий я не особо верю. А вот вариант с назначением Черчесова выглядит все более и более реальным. За его приход активно топит председатель совета директоров Спартака Александр Матицын, с которым у него планируется встреча в ближайшее время, по информации все тех же инсайдеров. Шансы на такой вариант развития событий достаточно велики, но я не исключаю то, что возможно и другие какие-то неожиданные для нас решения. Например, как и зимой называется фамилия Осенькина, Карпина, Николича. То есть информация на момент записи этого видео появляется буквально каждый час. Лично мне кажется то, что до матча с Оренбургом Абаскали никто трогать не будет, а уже после этой кубковой игры будут приниматься какие-либо выводы. К тому же нас ждет перерыв, и это будет отличное время для того, чтобы произвести изменения. Хотя что мешало это сделать зимой, непонятно. Я, кстати, в своем телеграм-канале запустил голосование, кого бы вы хотели видеть главным тренером, и пока что большинство склоняется к назначению другого иностранного специалиста. Ну а ты можешь написать в комментариях, какого бы специалиста ты бы хотел видеть на посту главного тренера Спартака. Вообще до матча с Факьем главная обсуждаемая новость была, это, конечно же, Квинси Промес. Ведь вторую неделю подряд мы пытаемся понять, что с ними, когда он вернется. Причем лично у меня возникает больше вопросов не потому, что он отсутствует, а потому, как он выставляет свое отсутствие. Пока суд в Дубаях переносится на новый срок, он спокойно отдыхает, делает новые прически, выпускает новый трек, отдыхает в дубайских клубах. И причем делает это он все не стесняясь, без стыда и совести. И это в то время, когда команде как никогда нужна его помощь. Я, если честно, вообще не понимаю, что у нас происходит в команде. Почему никто из руководства нашей команды не может с Квинси поговорить и как бы сказать «Йоу, Антоха, сейчас не самое время хвастаться и кичиниться тем, что у тебя происходит в жизни». Особенно учитывая то, что ты не играешь за Спартак сейчас по своей собственной вине. Своими поступками он буквально разрушает свою репутацию. Хотя я очень люблю Квинси как игрока, и мне действительно не безразлична его судьба. Надеюсь, он возьмется за голову и покажет себя действительно настоящим профессионалом. Келмный, безусловно, и является. Женская команда Спартака дебютировала в Суперлиге. Наши красно-белые девушки стартовали в своем первом сезоне матчем против Зенита, действующего чемпиона. В дебютной игре наши футболистки на выезде уступили со счетом 0-1, но смотрелись намного лучше своего соперника. Полный разбор матча вы можете посмотреть на моем втором канале, где я как раз освещаю все события, которые происходят с нашей женской командой. Поверьте мне, там тоже много чего интересного происходит. Ну а сегодня у меня все. Пока.